Мои года, мое богатство. Под таким душевным лозунгом сегодня в Центре социального обслуживания населения отмечали Всероссийский праздник День пожилых людей. Местные власти и общественные организации устроили мероприятие, на котором звучали слова благодарности, прошел концерт, посвященный талантам и достижениям пожилых людей. Для бабушек и дедушек, повидавших жизнь со всеми ее трудностями и испытаниями, такой праздник, как напоминание о том, что о них помнят и любят. На мероприятие побывала Майя Хамдохова. В Карачаево-Черкесии, где живет дух традиции и уважение к старшему поколению, ежегодно отмечают День пожилых людей. Он стал символом признания заслуг тех, кто посвятил свою жизнь служению семье, обществу и своей стране. Сегодня у нас мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, которое в России отмечается ежегодно 1 октября. Как важно вообще устраивать для них такие события? Очень важно, потому что зачастую это единственный способ найти круг общения. Поэтому они с большим удовольствием приходят в центр, общаются, занимаются с психологами, учат песни, очень разнообразные занятия, танцуют, ходят в тренажерный зал, посещают массаж. В общем, программа насыщенная. А много вообще собираются людей? У нас две группы, общей численностью 69 человек. День пожилого человека принято отмечать в первый день второго месяца осени 1 октября. В народе бытует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой. Поэтому и было принято решение посвятить этот день старшему поколению. Чай пить в тёплой компании, где можно позволить себе вкусные угощения с теми, с кем прошли жизнь бок о бок. Воспоминания прошлых лет, новые знакомства в кругу людей, которые точно знают, как дожить до старости и не бояться жизненных трудностей. Живой пример для молодого поколения. Своим дебютом порадовала гостей юная солистка детского казачьего ансамбля, известной песней «Матушка-Земля». Тем самым вызов бурю эмоций у прекрасной половины человечества. Главное не стареть душой. С остальным можно справиться, говорят виновники торжества. И сегодня, в День музыки, которая так символично вписалась в День пожилых людей, все музыкальные номера и концертные программы – добрые напоминания о том, что музыка и человек как одно единое целое.